Хорошо, давайте перейдем к лекции. Дальше попишем практику. Чего мы делали в предыдущих всех наших сериях? Мы посмотрели на классы, интерфейсы, абстрактные классы и так далее. Посмотрели на ООП и немножко поговорили про контрактное программирование. Здесь этого нет. И вроде как, так сказать, основу заложили. Кто мне скажет, что такое абстрактный класс? Кто знает, что это такое? Давайте мини. Давай ты. Ну это класс, который у всех методы абстрактные. Ну, ну все. А у интерфейса интерфейсные получается? Нет. А в чем смысл абстрактного класса? Ну, то есть как бы... От интерфейса или... Ну просто что такое абстрактный класс? Вот зачем он нужен? То есть то, что у него методы абстрактные, это там лишь какие-то детали. А абстрактного класса могут быть не абстрактные методы? Или не все методы абстрактные? Или абстрактные, но не... Ну, в общем, тут много вариантов. Давай ты. Я думаю, абстрактный класс для того, чтобы создавать классы на среду, а абстрактный класс. Так а зачем он нужен? Давай. А абстрактный класс – это класс, который нельзя проинстанцировать. И по идее там может вообще не быть такого абстрактного класса. Ну и что? Он нужен как только как шаблон, в котором не говорится, как реализовывать, но говорится, что надо реализовывать. Отлично. Да, абстрактный класс – это некая совокупность каких-то, не знаю, каких-то идей, данных, которые положили в одно место и сказали, что теперь, если вы хотите делать что-то очень похожее, вы можете взять вот этот общий кусок и дальше действовать уже по тем вещам, которые нужны вам. Собственно, абстрактный класс, он дает лишь, как правильно сказали, шаблон к тому, чтобы вы дальше двигались. И это не значит, что… на самом деле не важно, что у него есть абстрактные методы. То есть, на самом деле, с точки зрения реализации в Java это важно, но именно как идея важнее всего то, что эту сущность нельзя инстанцировать, а можно использовать для именно ваших каких-то прикладных задач. Хорошо, а кто не помнит, что такое из ООП полиморфизм? Кто знает, что это такое? Ну, ребят, камон. Ну, давай, рассказывай. Было ощущение, что поднял руку. Ну, что такое полиморфизм? Ребят, на самом деле, это базовые вопросы, которые нужно вообще прям знать от зубов. Знаете, когда вы там, вам для того, чтобы читать книгу, вам нужно сначала зазубрить весь алфавит, чтобы он от зубов отскакивал, вот здесь то же самое. Для того, чтобы понимать вообще там структуру языка, структуру, концепцию того, как нужно писать и так далее, вам нужно вот эти вот все определения знать от зубов. Давай, что такое полиморфизм? Объектами одной иерархии. Еще раз как-нибудь подразумевается? Давай. Делать одно и то же? Какими? Нет. Вообще, как бы полиморфизм, например, и полиморфизм, это переопределение методов? То есть, если я отнаследуюсь от абстрактного класса, то это уже будет полиморфизм? И метод его перепишу. Полиморфизм — это такой механизм, который позволяет то, что выглядит внешне одинаково, исполняться по-разному в зависимости от показателей, на какой фирм. Да, похоже на правду. То есть, тот полиморфизм, который мы с вами рассматривали, помните, пример когда был, да? То есть, когда мы, допустим, наследуемся от какого-то класса, переопределяем метод, делаем логику другую, берем этот объект, да, уже с другой логикой, прокидываем туда, где используются методы базового класса, и видим, что в той логике, получается, ну, типа, из-за полиморфизма логика исполняется так, которую мы прописали до этого. Да, то есть, получается, мы можем довольно легко подменять какие-то отдельные части реализации благодаря полиморфизму, там, OOP и так далее, которые нам позволяют, там, на верхних уровнях работать с одними и теми же объектами, но базовое исполнение уже в конечных инстансах того или иного объекта мы делаем на нашей стороне. Хорошо. Вы помните, что у нас все будет, там, зачет, экзамен и так далее, поэтому учите. Итак, сегодня мы говорим о исключениях. Вот, значит, поговорим о том, как вообще с ними нужно работать, какие есть методы обработки, ну, и так далее. Кто знает, что такое исключения? Откуда вы это знаете? Как-то неуверенно так поняла. Откуда? Из плюсов? Хорошо, а там? Просто слышали? Ладно, поехали. Значит, давайте посмотрим на… Да, отлично. Давайте, значит, посмотрим на класс, который называется Fraction. Кто знает, как это переводится на русский? Фракция, отличный перевод на русский. Дробь, отлично. Это дробь, как у любой нормальной дроби, да, значит, у него есть числитель и знаменатель. Значит, у этого класса есть конструктор, который, собственно, принимает одно число и второе число. И нам интересен один из методов, который называется toDecumelNotation. Это значит, что он переводит обычную дробь в десятичную. Значит, как это происходит? Значит, мы берем числитель, делим его, понятно, на знаменатель, возвращаем его и получаем ту же самую дробь, записанную в десятичной системе числения. Значит, вот кто скажет, почему здесь нужно писать дабл? Что будет, если мы этот дабл уберем? Как вы думаете? Вернется int. Int нужно писать здесь? Нет, 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 нет. Просто потеряется округленное значение. Да, вернется его целочисленное значение, поэтому, когда мы пишем дабл, и здесь у нас тоже функция, которая возвращает дабл, значит, в итоге мы вернем то, что нам нужно. Какие здесь есть проблемы у этого метода? Ноль. Ноль где? Ноль на ноль. Да, отлично, то есть если мы разделим на ноль, то что получится? Бибайп разделим сабсиногидем. Хорошо, а если вообще в жизни разделим? Если один разделить на ноль, что будет? Неопределенность? Бесконечность. Неопределенность. Или бесконечность? Бесконечность. Смотрю, как операция неопределена, и... В математике? Да. Единица разделить на ноль неопределена. Все будет матенамба, если не ошибка. Пока в математике, вот если один разделить на ноль, что будет? Хорошо, если минус один разделить на ноль? Минус один разделить на ноль. Хорошо, а если ноль разделить на ноль? Нет, мы нельзя один. Да, отлично. К сожалению, это не так. Да, действительно, на самом деле проблема здесь в нуле, и получается, если мы разделим, то мы получим понятный эксепшн, который называется division by zero эксепшн. И, ой, я уже рано перевеснул, ну ладно. Значит, какие есть методы обработки таких исключений? Ну, вообще, каких-то событий, которые появляются в рамках работы нашей программы, которые что-то выводят из строя, да? Или действуют так, как нам не нужно. Значит, первый способ – это просто не обрабатывать их. Вот, значит, это на самом деле довольно грустно. Вот такие вещи нужно всегда о них помнить. В каждом коде, который вы пишете, да, там, куске, либо вообще в программе нужно помнить о том, что возникают нештатные ситуации. Их нужно как-то обрабатывать. Вот первый способ – их не обрабатывать. Плохой способ, идем дальше. Значит, второй способ для… Когда у меня была винда, я всегда видел вот такие вот истории. Это штука, которая возвращает вам код ошибки в каком-то алерте, да или просто вообще говорит о том, что вот я вернул вам вот такой вот красивый код ошибки. Там, делайте, что хотите. Вот. Как это реализовать можно довольно просто в нашем примере. Давайте, когда мы будем переводить нашу дробь в десятичную, да, мы будем смотреть, что если у нас знаменатель равен нулю, да, то передадим ему некое такое значение, да, которое мы точно, по идее, нигде не встретим. Вот вернем в этом случае нул, если нет, то вернем нормальное значение, да, то есть честно поделим и вернем. Получается, что вот здесь вот наш метод отработает корректно, никогда не упадет и в целом будет работать. Вот. Давайте попробуем теперь его вызвать. Вот вызываем, пишем функцию calculate, который, получается, берет, вызывает этот метод, да, с какими-то значениями. И теперь нам нужно сделать дополнительный шаг. Нам нужно проверять, если это не нул, то получается, что все это хорошо, значит, мы можем брать действительно это самое значение и что-то с ним делать. Вот. Но непонятно теперь, что делать, если все-таки он окажется нулом. То есть, что нам в этом моменте времени, какую дальше логику нужно прописывать, чтобы, там, программа наша работала нормально. То есть, получается, мы вроде бы как, вот, то есть, код ошибки в данном случае у нас нул, да, мы, на самом деле, если бы у нас было ограничение, что числительный знаменатель, там, у нас больше нуля всегда, да, мы могли бы здесь, например, вернуть минус единицу, да, и здесь ее тоже сверять. Вот, когда мы вернули какой-то код ошибки, дальше нам нужно везде, в тех местах, где мы это вызываем, делать раздвоение логики и всегда писать в разные ифы и, там, типа, делить логику на разные ситуации. Так делать можно, но об этом нужно всегда помнить, и это дико неудобно, потому что если потом внутри у вас будет несколько таких вызовов, то, получается, у вас дерево будет, дерево вашего хождения по программе будет очень ветвистое, и вот, и в какой момент времени вам нужно остановиться, не очень-то понятно. И вот, что сделать в Элсе здесь для того, чтобы как-то вернуть, тоже непонятно. То есть, нужно будет здесь тоже возвращать какой-то код ошибки, ну, и по кольцевой мы пошли дальше. Вот, дальше. Можно вообще завершиться просто. Почему нет? Тоже хороший способ. То есть, мы говорим о том, что если в нашей жизни, в нашем коде что-то идет не так, ну, начни работать с нашей программой, да. То есть, если у нас знаменатель 0, мы просто выходим ее, там, system.exit с каким-то статусом, например, 0, и говорим, что, ну, значит, типа, все, программа завершилась и не работает. Получается, здесь теперь мы убираем один if, ну, и получается, что каждый раз, когда мы используем эту функцию, мы дальше можем быть уверены в том, что она всегда возвращает корректный результат. Вот чем это решение плохое, как вы думаете? Ну, и что? Ну, завершились и завершились. Ну, естественно, сейчас какой-то большой проблемой. Вот, часть какой-то, вот, да, на самом деле это большая проблема. Допустим, представьте, что этот код завем в библиотеку, да. То есть, вы подключили какой-то сторонний продукт, используете его, там, как вызовы API, вот, и получается, при каком-то, там, одном из, там, миллионов вызовов он просто падает, потому что он не умеет нормально обрабатывать ошибки довольно грустно. Вот, поэтому, там, аварийное завершение в данном контексте тоже довольно плохое решение. Теперь мы переходим к тому, как, на самом деле, нужно эти исключения обрабатывать. Вот, получается, в Java есть некий такой механизм исключений, он там есть и в C++ и в других языках программирования, который позволяет решить эту проблему, да и вообще, там, проблемы того, когда данные какие-то неправильные или действия какие-то программы неправильные, чтобы с этим можно было жить, чтобы с этим можно было нормально работать. Вообще, определение исключения следующее, это некая ненормальная ситуация, которая возникает при работе программы. Вот, исключение, которое выбрасывается нам, нам Java, выглядит вот следующим образом, это называется Stacktrace, вот, он в явном виде пишет, что пошло не так, да, то есть, он говорит, что у нас произошло исключение, пишет, что у нас оно произошло в главном потоке, вот, выкидывает о том, какое это было исключение, в нашем случае это illegal argument exception, вот. Вот, illegal argument exception говорит о том, что, ну, то есть, на самом деле, Java чем прекрасен, можно, на самом деле, расшифровать, что это за exception, просто на него посмотрев. То есть, у нас какие-то неправильные аргументы у чего-то, да, то есть, дальше мы можем просто пойти посмотреть по стеку вызовов и понять, в какой момент времени, вот он даже подсвечивает, где, где, на самом деле, в какой строчке был exception, что вот здесь вот у нас там, ну, какие-то сообщения, что аргументы у нас должны быть не пустые, поэтому, собственно, программа и упала. Вот. Значит, давайте посмотрим теперь на то, вспомним наш предыдущий пример и попытаемся его сделать, что же такое, попытаемся его сделать нашими исключениями. Давайте заведем свой класс с exception, назовем его, там, типа, знаменатель у нас нулевой, denominator is zero exception, и у нас следуемся от базового класса exception, который, так скажет, Java, что вот этот класс теперь является ошибкой в нашей программе. Да, получается, мы утвердили, что, да, мы сюда можем даже передать эту дробь, там, возвращать ее, то есть, это обычный класс, обычный класс, который можно написать туда логику, можем написать сюда то, каким образом, не знаю, эту ошибку, ошибку хендлить, когда она происходит и так далее. Но мы еще говорим о том, что она является exception во всей программе для того, чтобы делать следующие штуки. Значит, давайте в тот метод, который у нас был, да, to decimal notation, явно в виде скажем, что этот метод может возвращать exception. Делается это с помощью вот такого ключевого слова throws, который говорит о том, ну, throws, и дальше указываем, что это за самый за exception. То есть, это denominator is zero exception, то есть, эта строчка говорит ровно о том, что в этом методе, ребята, когда вы его вызываете, пожалуйста, помните о том, что здесь могут быть такие ошибки. Вот, ну, получается, теперь что? Говорим о том, что если знаменатель равен нулю, вот, то давайте мы его выкинем, прокинем этот exception. Вот, получается, здесь важное ключевое слово throw, говорим о том, что прокидываем, создаем обязательно всегда, вот, это главная будет ошибка, когда вы будете с ними работать, что вы будете забывать создавать экземпляр, но в данном случае, в данном контексте это очень важно, ну, то есть, без этого точно никак, потому что все exception это instance, то есть, это объект неких классов, которые отвечают за исключение. Вот, в нашем случае это там предок класса, ой, ребенок класса exception, об остальных мы говорим попозже, но базово обязательно нужно создавать экземпляр класса, и вот мы здесь еще передали ссылку на себя, да, то есть, на ссылку на нашу дробь, и дальше, получается, ее вернули. То есть, вот, тот механизм, то есть, те методы обработки ошибки, ошибок гораздо менее удобные, чем вот то, как показано это здесь. То есть, там, путем просто, там, создания дополнительной ошибки и прокидывания ее, там, в случае, если что-то идет не так, вот, позволяет нам довольно просто, во-первых, задекларировать то, что метод может работать как-то неправильно, да, или, там, у него есть какие-то опасные ситуации, которые разработчику нужно предусмотреть, вот, во-вторых, довольно просто пишется, ну, и в целом все становится понятнее. Вот, получается, как теперь с этим, типа, как с этим работать? Вот, тот метод calculate, который у нас был до этого, вот, получается, мы пишем trycatch, это вот тот механизм, который позволяет теперь ловить эти ошибки, то есть, там мы кинули их, точнее, первое, объявили, что метод кидает ошибки и кинули ее, значит, дальше мы показываем trycatch, внутри вызываем этот метод, вот, получается, вот, to decimal notation и в catch говорим о том, что в случае того, если вылетит exception, здесь мы его поймаем, вот, собственно, объявляем его, его нотацию, говорим о том, что он, там, в нашем случае, e, и дальше, после того, как мы вызвали этот метод, мы можем быть уверены, вот, там, строчка, да, следующая строчка, что вот в этом блоке от trycatch мы можем дальше работать с остальными объектами и быть уверенным в том, что результат был правильный, да, то есть, если в случае, если случится ошибка, наше исполнение перейдет не внутри try, а внутри catch, и надо будет думать, что делать дальше, вот, отлично, вопросы? Можно вопрос по, наверное, 11-му слайду? 11-му? Да. Тут у нас правильный final fraction, переменная, но она final как константа, да? И мы ее не определили, определяем ее, кто, там, конструктор, и так, конечно. Про final мы… Мы не сможем изменить? Нет, здесь мы… Да, смотрите, хороший вопрос. Вот, насчет final у нас будет, там, отдельная лекция про модификаторы. Сейчас это говорит… Что говорит о том, что здесь стоит final, да? Он говорит о том, что, когда мы единожды, значит, единожды инициализировали объект, в дальнейшем мы его поменять не можем. Инициализация может проходить прямо здесь, да, мы пишем, там, не знаю, равно new fraction и так далее, либо в конструкторе. Вот, получается, мы в конструкторе присвоили сюда, у нас здесь final, значит, везде вот здесь, вот, допустим, мы уже не можем сделать там fraction равно null, потому что там стоит final. Что, вопросы? Так, отлично, значит, прокинули exception, поймали его, значит, тут мы теперь можем дальше работать, здесь, значит, надо думать, что делать в случае exception. Вот, какие есть, какой есть еще метод обработки этой ошибки? Значит, возьмем тот же самый метод calculate и теперь вместо того, чтобы его, этот exception обрабатывать здесь, предполагается то, что мы можем взять его и прокинуть еще выше, да? То есть, вообще, как работает ваша программа? Ваша программа находится в какой-то точке исполнения, да? Дальше она вызывает какой-то метод, этот метод вызывает другой метод, ну и так далее. Да, и получается, там, рекурсивно вызывает и дальше возвращается в тот момент, то есть, когда мы там в самом конце исполнились, возвращается до начала и идет дальше. Получается, что если этот метод кто-то вызывает извне, ну, собственно, его точно кто-то вызывает, мы можем эту ошибку здесь не обрабатывать. То есть, для этого мы пишем о том, что этот метод также может пробрасывать эту ошибку, то есть, ну, по аналогии вот с этим методом, то есть, to-dequimble notation находится ровно вот с этим же throws, то есть, мы просто берем и говорим о том, что этот метод тоже throws, этот exception. Получается, здесь вызываем результат, если все ок, так же работаем, а если нет, то тот метод, в котором вызывается calculate, то прилетит в него эта ошибка, и он уже должен будет сам решать, что с ней делать, либо обрабатывать, либо также прокидывать наверх. То есть, в целом, при работе с исключениями у нас есть два варианта развития событий. Первое. Что-то идет не так в момент вашего исполнения, вы либо берете эту ошибку, с которой что-то случается, обрабатываете здесь, ну, и как-то живете как-то дальше, либо говорите о том, что я не знаю, что с ней делать, поэтому там, кто меня вызвал, вот тебе ошибка, разбирайся. Вот это два основных метода работать с исключениями. Да, отлично. Давайте теперь поговорим про причины возникновения исключений. Как вы думаете, по каким причинам вообще могут возникать исключения? Да. Ну, есть ошибка в живем. Ошибка в живем, хорошо. Что такое ошибка в живем? Ну, например, аутоснование. Память кончилась. Память кончилась в живем. Это очень плохая ошибка. Очень плохая. А что делать с ней? Ничего. Ничего вообще? Ну, если ты ее получил, так же, где-то накосячил. Ну, найти на косяк. Кто накосячил? Подграмист. Подграмист? Ну. Хорошо, какие еще? Хорошо, какие еще ошибки есть? Ну, то есть, мы... Никакие ошибки, какие причины есть? Там первое, закрашнул GVM, типа, есть такая ошибка. Какие еще есть? Интуталпу, что это такое? Ну, разные ошибки, связанные с вводом вывода. С вводом вывода. То есть, мы там начали читать с диска, не знаю, жесткий диск, типа, вынули, у нас ввод exception. Какие еще есть варианты? Пользователь, который вводит... Ну, данные, например, пользователь зашел к вам на сайт, ввел данные, фронтенд вам подадал по запросу данные, вы на бэкэнде их поймали, не смогли отвалидировать, выкинули exception. Хорошо, еще? Нул-поинтер, нул-сепшн. Что такое нул-поинтер exception? Это когда указатель равен null. Указатель равен null. А чья это ошибка? Вот там говорили, там, допустим, пользовательские ошибки, понятные ошибки. Ошибки GVM тоже, там это какие-то системные ошибки. Ввод вывод тоже, а нул-поинтер, чья это ошибка? Скорее, логики программы. Логики, то есть ошибка программист? Да. Хорошо, еще варианты? Да. Ну, по сути, то же самое, что нул-поинтер, exception. Да, отлично. Вроде как, ну почти все назвали. Да, первая история, самый на самом деле популярный, это нул-поинтер, exception. Это в чистом виде ошибки программистов. Их на самом деле ловить особо не нужно, то есть как бы их вообще, по идее, ловить не нужно. То есть нужно понимать, идти в конкретный код, понимать, почему она выскочила, потом почему там оказался нул, хотя не должен был быть, либо вы об этом не знаете, либо, например, так неправильно построена архитектура, что там в некоторых моментах что-то где-то занулается и, собственно, все рушится. Первая история. Значит, вторая, доступ к внешней среде. Как правильно сказали, начали читать с файла, там, не знаю, файле место, там, или писать файл, на нем место закончилось, или больше файла нет, взяли, выкинули, или там просто вы там передали о том, что читать с этого файла его просто тоже не существует, тоже такие же ошибки. Вот, неправильное использование API, допустим, что illegal argument exception, что вы передали там, допустим, вы передали не те аргументы, либо передали аргументов больше, чем ожидали, либо там еще какие-то разные истории, это когда вы используете что-то, то есть вы используете какой-то метод, какие-то функции в виде API, да, особо не понимаете, как с ними, точнее вы знаете, как их использовать, но используете неправильно, ну и, собственно, такие ситуации тоже бывают. Ну и ошибки GVM, действительно, есть там out of memory, или stack overflow exception, эти ошибки, на самом деле, довольно критичные, да, но, как правильно было сказано, их обрабатывать, наверное, не нужно, а если нужно, то, скорее всего, нужно копаться внутри, а кто знает, почему не нужно? Почему не нужно? Не сможет, а почему не сможет? Память? Ну, что? Мы все равно не сможем сейчас это делать. Почему? Оптимизировать надо. Так не уверен в себе. А у нас началось, что-то не надо. Да, на самом деле, действительно, там все довольно сложно, если у вас закончилась память, то там GVM у вас просто крашнется, выплюнет вам какие-то регистры, разные дампы, в которых там нужно, на самом деле, закапываться, что-то разбираться. В целом, да, если она действительно что-то такое выдает, скорее всего, нужно действительно крашнуться, быстренько подбежать, перезапустить ее и попробовать работать с ней дальше. То есть в рантайме или вообще во время работы вы, скорее всего, с этим точно ничего сделать не сможете. Отлично. Давайте поговорим про то, как вообще устроены исключения с точки зрения иерархии. Вот в самом верху у нас есть класс Rowable, который является базовым классом всех исключений. Вот, у него есть два прямых наследника. Это класс exception и класс error. Вот класс error — это ровно те вот эти вот ошибки, они на самом деле исключения, просто они называются этим страшным словом error, которые выкидываются там GVM, там то, что память закончилась и так далее. То есть вот именно эти ошибки, там точнее эти исключения супер, то есть они в обычной жизни почти, так сказать, почти не возникают, а если возникают, то есть какая-то проблема у вас. Вот, а кто может сказать, от чего вот Rowable от какого класса наследуется? Отлично, да. То есть на самом деле здесь в иерархии еще есть object. Вот, получается, что здесь два прямых exception и error. Вот в exception есть тоже разделение на таких два подкласса. Первое — это все, что касается рантайм-эксепшенов и так называемый other exception. Вот рантайм-эксепшены — это те эксепшены, которые, как принято называть, они непроверяемы. Вот exception в классическом понимании делятся на две категории. Первое — это проверяемые исключения. Второе — непроверяемые исключения. Кто знает, что это такое? Давай. Ну, если я правильно понимаю, то... Зачем их разделили? Ну, проверяемые исключения — это исключения, которые мы должны явно указать в чигнатуре метода, а непроверяемые могут быть в любой момент. Да, отлично. Вот на самом деле в нашем примере, который был про дробь, мы там в явном случае указывали, что наш метод, да, он как бы throws некий exception, да, то есть он говорит о том, что я явно работаю с этим exception, и все те, кто меня вызывает, должны с ним сделать одно из двух действий, да, либо обработать, либо прокинуть наверх. Вот эта история называется проверяемые исключения, да, то есть мы в явном виде должны понимать, что именно этот exception обязан быть как-то проверен. Есть вторая история, это про непроверяемые exception, это, например, там, нулпоинтер exception, либо там еще там то же самое, ну, да, то же самое рантайм exception. Это те exception, которые возникают в процессе работы программы, вот, и которые на самом деле ловить вы можете, да, то есть вы можете на самом деле сделать try, catch и там поймать вообще не только exception, а вообще все throwball, да, то есть мы делаем try, catch все throwball и все исключения, вообще все там, ошибки GVM, нулпоинтер и так далее, которые возникают в программе, они будут попадать в этот try, catch, и вы можете с ними как-то обрабатывать. Но вот на самом деле в большинстве случаев нулпоинтер вы просто, то есть вы точно не знаете, выпадет он или не выпадет, а если выпадает, то, скорее всего, его обрабатывать как таковой не стоит, потому что либо вам нужно уже крашнуться и смотреть, что происходит, либо эта ситуация там настолько редки, и там ошибка на самом деле в самой логике программы. Вот, получается, так, если тезисно подвести, есть проверяемые, есть непроверяемые exception, вот, там, типа, на самом деле они, там, больше всего нам нас интересует, что они наследуются от exception, вот, и есть общий предок всего, это throwball. Отлично. Да, плюс есть такая история, как ассерты, вот, ассерты это тоже является, так сказать, частью всего механизма, вот, он специально вынес отдельно, потому что помимо того, что есть там assertion error, который можно вызывать там в виде исключения, есть еще один механизм вызывания этой ошибки, через там, я думаю, те, кто писал на плюсах, это до боли знакомо, это мы пишем assert, говорим некий statement, при котором он должен случаться, и пишем там сообщение, которое возникает в случае, в случае того, когда идет какая-то неполадка. Вот, получается, что на самом деле, там, дефолт, он отключен в Java, вот, если вы хотите его использовать, допустим, не знаю, сейчас будем писать код, вы хотите его использовать, вот, обязательно пропишите такие ключи, вот, чтобы эта штука завелась и выкидывала вам нужные вещи. Вот, в целом, использовать assert'ы, там, при разработке, ну, там, не знаю, при разработке, так сказать, первых версий, или, там, когда вам нужно потестировать и отловить баги неплохо, но в продакшене он обычно не используется, потому что, в целом, он делает следующую штуку, да, когда он находит, когда что-то не так, он просто падает, ну, как бы вам пишется сообщение, вот, и в целом, там, ваш какой-то код, ваша программа клиентская просто упала, и это, на самом деле, очень плохо. Проще кинуть обычный exception, отловить и что-то с этим сделать. Отлично. Давайте теперь посмотрим на более явную структуру того, как нужно работать с проверяемыми исключениями. Вот, значит, что мы делаем? Мы пишем try, как показывалось до этого, пишем try, открываем фигурные скобочки, делаем некие вызовы метода, а дальше пишем catch, пишем здесь, здесь у меня написано звездочка, это, на самом деле, это нет такого в синтаксисе, это имеется в виду, что вы можете здесь перечислять в блоке catch любые exception, с которыми вы хотите работать. То есть не обязательно один, вы можете делать catch, там, не знаю, ну, pointer exception, фигурные скобочки, дальше следующий строк, catch, там, типа, array index of bound exception и так далее, да. Если не ошибаюсь, можно в кэше использовать в любых операторах. Да, плюс, вот, собственно, да, это будет чуть попозже, но можно сказать сразу, что здесь также можно, там, в примере я покажу, через логический оператор or указывать те exception, с которыми вы хотите работать, ну, типа, объединить их в один, и, собственно, он будет каждый, все exception, вот, всех этих, которые были объявлены, попадут в этот catch. Ну и, собственно, дальше делаем обработку всей этой истории, и, да, отлично, вот, собственно, это явное объявление того, что наш метод, во-первых, умеет бросать, во-вторых, вот так вот мы определяем, что он умеет бросать, а так, что он, значит, должен его обрабатывать. Вот, еще раз повторю, звездочка exception, это, так, не синтаксически, это, скорее, чтобы здесь вмещалось, допустим, здесь в row нужно будет через запятую показать, какие exception используются в этом методе, и они будут бросаться. Да, unchecked exception. Как мы говорили, что мы, на самом деле, такие exception вообще не хотим кидать, этого делать крайне не рекомендуется, особенно в коде, который сейчас там находится в продакшене и работает. Вот, это, на самом деле, история про наши ошибки с вами, если вы видите, то это, на самом деле, неплохо, мы просто смотрим, почему так происходит, вот, если мы можем с этим справиться, мы с этим справляемся, если нет, и понимаем, что есть случаи, когда что-то идет не так, кидаем наши checked exception и разбираемся, что происходит дальше. Отлично. Идем к классу throwable. Значит, как уже было сказано ранее, throwable — это базовый класс всех exception-ов, и в нем, помимо того, что от него наследуются, есть еще некоторые функции, которые могут быть с нами полезны. Первый — это getMessage, да, это сообщение об ошибке. Обычно Message, да, это, на самом деле, поле в этом классе, это первый аргумент конструктора при создании exception. То есть вы, когда создаете exception, вы можете в явном виде указать текстом, что это такое. Ну, например, что мы создавали там, что у нас было с дробью, что там denominator is zero exception, когда мы его создавали, мы в конструкторе можем передать сообщение, что, типа, у вас знаменатель нулевой, и получается, когда он выпадет, вот, в стекстрейсе сразу распечатается это сообщение. Значит, дальше. Также вы можете кидать причину исключения. Вот, это некий cos, который передается. На самом деле, cos — это объект, точнее, это класс, который также является throwable, то есть вы можете делать некую такую цепочку исключений, да, то есть у вас есть, например, текущее исключение, вы делаете, прокидываете дальше исключение в какое-то другое и говорите, что это исключение появилось только потому, что появилось исключение, которое мы передали сюда. То есть тем самым можно в один момент времени просто это все размотать и понять так условно по каким exception мы пробежались. Дальше это печать stacktrace, вот, то есть мы просто берем наш exception, делаем точку print stacktrace и смотрим все маленькие стекфреймы, по которым он прошелся до того момента, как был выкинут exception. ну и на самом деле мы можем, если нам нужно взять get stacktrace, вот, здесь будут там элементы get stacktrace элемент, где каждым из них будут, собственно, эти маленькие кусочки, вот, наверное, вам вот этого метода использовать, наверное, не нужно будет, вот, он нужен так скорее для неких оптимизационных историй, вот, можно погуглить, там много интересного про это написано. Так, значит, на самом деле конструкция try catch называется try catch finally, да, что это значит, что у нас добавляется еще один блок в конце, который говорит о том, что я буду исполняться всегда, неважно, то есть, неважно, что будет дальше, после того, как исполнится либо блок try, либо один из блоков catch, либо все они там подряд идущие, я в любом случае исполнюсь в конце. То есть, получается, это выглядит следующим образом, мы открываем блок try, делаем какой-то код, делаем какой-то функционал, дальше прописываем какие-то эксепшены, которые в нашем случае там выглядят exception 1, exception 2, дальше объявляем блок finally и там делаем какие-то последние действия, не знаю, как он, зачем он нужен? блок finally? Что? Например, файл закрыть. Например, файл закрыть, еще зачем? Поток убить. Что такое поток убить? Заклик его. Этот поток? Или поток файловывода? Или в поток файловывода? Любые объекты, которые... Хорошо, да, на самом деле, одна из популярных историй это освобождение ресурсов, но в целом это говорит о том, что мы, скорее всего, здесь знаем, что мы действительно использовали здесь или в каком мы состоянии находились до этого, поэтому мы там в finally, независимости ни от чего, можем очень точно подправить какие-то моменты. вот получается, что... Сейчас, дальше, если... А, супер. Вот давайте здесь еще посмотрим. Вот здесь вот мы видим, что у нас разные... Ну, точнее, у нас есть несколько эксепшенов, которые ловятся в разных кэч. Да? Как вы думаете, вот по какой логике и вообще в каких случаях у нас может быть такое, что мы ловим несколько эксепшенов, да? Допустим, не знаю, типа там, эксепшен 1, эксепшен 2 и в каком нам порядке их нужно располагать, чтобы там, типа, наша программа работала, наверное, корректно. Как вы думаете? Мы уже отвечали, кто-нибудь еще? Понятен вопрос? А зачем это делать? Ну, потому что, может, если сначала выполнится общий, то более частный уже не выполнится. Да, точно. А это здесь... Да, на самом деле, все правильно. Получается, что если идти сверху вниз, да, сверху вниз по эксепшенам в кэтч, в блоке кэтч, то самый верхний должен условно обрабатывать самые тонкие, самые такие конкретные случаи и дальше, чем мы спускаемся ниже, тем более общие и общие вещи оно обрабатывает, да? То есть, получается, здесь мы обрабатываем какой-то суперспецифичный эксепшен, здесь мы обрабатываем уже какие-то все эксепшены, которые могут быть. То есть, получается, что первый тип действительно это частное, а второй тип это уже некое общее. Получается, если мы четко расположим их в порядке, мы сможем точно пропадать в те блоки, которые нам нужны для того, чтобы точно решать определенные проблемы. Так, отлично. Использование исключений. Да, давайте поговорим о том, где их использовать. Вот. Что с ними делать? Значит, первое. Давайте понимать, что обрабатывать эксепшены нужно только там, где в этом есть смысл. Вот, допустим, есть некий пример. Пусть у нас есть функция read, да, это функция, которая читает из некого потока, не будем углубляться в детали, что это, вот, читает некоторые данные из одного потока и говорит, хочу прочитать вот столько-то данных. Вот. Получается, мы создаем буфер на это количество данных, прям, наглую считываем все, что здесь есть из этого стрима, да, из этого потока ввода и возвращаем этот буфер. Вот здесь мы явно указываем о том, что этот метод может прокидывать ио-эксепшен, да, то, о чем мы говорили. То есть это эксепшен, который говорит о том, что при чтении, при записи, вообще при любом, ну, при любом файловом взаимодействии что-то пошло не так. Вопрос, почему бы этот эксепшен не обработать здесь, а мы пишем о том, что его нужно прокидывать выше? Выше лучше знаем, что с потоком с этим не будет. Почему? Мы не знаем, что это за поток. Что это за поток? Мы не знаем, что это за данные. Да, согласен. Хорошо. Да, действительно, если бы мы здесь обработали эти данные, да, то есть если бы мы здесь там сделали условно try-catch, то в этом контексте абсолютно непонятно, что делать в случае, если, допустим, файла нет или там случилась какая-то другая ошибка. Гораздо более логичнее дать понимание тому, кто вызывает этот метод, что произошла ошибка и сказать ему, типа, чувак, вот смотри, есть ошибка, я действительно, я маленькая функция, которая просто умеет читать данные из потока и возвращать их тебе. Вот если у меня этого не получилось, я типа не знаю, что с этим делать, поэтому возьми-ка ты этот эксепшен и обработай его сам. Вот, на самом деле это очень важно. В тех местах, где возникают ошибки и нет контекста, чтобы решить эту проблему, всегда нужно прокидывать это наверх и говорить, как бы найти ответственного за эту ошибку, чтобы он ее решил. Вот, а где еще имеет смысл использовать? Например, в случае управления ресурсами. Вот, собственно, такой один из простых примеров. Значит, мы, собственно, также создали некий буфер, буферит ридер, это некий поток, который считывает данные из файла, буферизирует их и возвращает. Собственно, мы создали такой поток, вот открыли наш блок try, вот, вернули, собственно, там, какую-то строку мы считали и закрыли его. Вот, вопрос, почему, почему здесь нет catch? Ну, видимо, они все как считают. Нет, мы опять же не хотим обрабатывать. Да, на самом деле, причина та же самая. Здесь скорее то, что try, вот, мы воспользуемся здесь finally, вот, на самом деле, нам без разницы, то есть мы действительно указали о том, что может быть exception, да, то есть кто-то, кто вызывает, готовься, что будут проблемы. Вот, считали какую-то строку и нам в целом без разницы, был здесь catch, не было здесь catch, но нам очень важно, чтобы мы внутри смогли закрыть этот поток, чтобы он просто так не висел. А вот здесь как раз-таки воспользоваться, а что здесь будет, если вот br.claws вызовет exception, как вы думаете? Может быть такое? То есть в данном случае что будет? Ну, то есть вот, то есть вот, вот этот exception, да? Да. Да, на самом деле так, то есть если у нас, там, здесь вызовался exception, да, и потом finally вызвался exception, то действительно, тот, кто нас вызывает, получит не его exception, точнее, ну, а получит exception, который есть в, то есть вызовется при закрытии. Вот, на самом деле, вот такое управление ресурсами довольно частая история. В целом, когда нам где-то нужно закрыть, там, неважно что, файл, да? если они разного типа и он ждет, то вот именно вот этот exception. Еще раз? Ну, да, на самом деле просто close, это, то есть, то есть, если другого типа, то что нет? Хороший вопрос, то что? Ну, мы тогда, да, мы должны общего вопроса на человеке. Ну, да, на самом деле так. Так, идемте дальше. Да, давайте посмотрим, как неправильно использовать исключения. Вот, отлично. Значит, как вы говорили ранее, исключения, это те ситуации, когда что-то идет не так. И вот плохо, когда вы пишете код или делаете программу, заранее понимая, что что-то точно пойдет не так. Вот получается, что если ваш код каким-то образом, как бы сказать, его логика работает на том, что вызовется exception, это всегда плохо. Вот в данном случае получается, что мы там запустили какой-то цикл, бежим, 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 и критерий остановки нашего цикла в том, что произойдет некий exception, да? То есть, это там, понятно, очень, так сказать, очень вакуумный пример, в жизни точно так не пишут, но в целом есть истории, когда люди при написании кода там прокидывают exception, чтобы там двигаться по разным кускам программы и выполнять какие-то действия. Вот так делать плохо, потому что, еще раз, исключение, это то, про что неправильно происходит в программе, а не то, на что нужно опираться при разработке ее логики. Вот, значит, как еще плохо работать с ними? Очень плохо, когда вы, у вас есть некий exception, собственно, который наш, вот, вы его заигнорировали. Ну, то есть, правильно, там что-то, распечатали print, tag, trace, и забили на него. Вот почему это плохо? Как вы думаете? Что может быть плохо? А мы знаем, какое состояние осталось? Знаем? Или нет? Ну, это все, что есть. Как вы думаете, мы знаем или нет? Пункция, которая вызывает вот фрекшн, она будет ожидать то, что она будет ожидать корректный выход, а там будет... Ну, здесь с выходом все в порядке, ну, здесь будет какой-то return что-нибудь, ну, и все, с выходом все будет в порядке. А если мы поделили, допустим, на 0, то exception никто не тринул, ну, и, собственно, программа, которая вызывала деление, она будет думать, что все хорошо и потом удача работать. Ну, на самом деле, случаев много, в тайлом, типа, просто очень плохо, может быть, точно не увидит, программа сама себе заживала, и что будет дальше, на самом деле, поведение не очень понятное. То есть, вот, особенно в тех моментах, в которых это критично, то есть, на самом деле, когда вы, не знаю, делаете какую-то математику и потом просто заглатываете ваше, там, привод к десятичной дроби, то, наверное, это точно плохо. В целом, есть там, некие-то, из некоторых ситуаций, когда достаточно просто заигнорить exception, но их не так много, и поэтому про них, про прокидывание или про обработку тоже нужно помнить. Вот, еще один вариант плохого. Вот, допустим, мы просто взяли и поймали все exception. Почему это плохо? Как вы думаете? Мы много знаем, что поймали. Скорее всего, точно не поймали. Ну, так же, что поймали и поймали. Чего плохого-то? Мы можем исправить. Исправить не сможем. Непонятно, когда надо. Да, хорошо, на самом деле, да, плохо в том, что там, внутри мы не знаем, какие у нас дальше есть вызовы, какие там, какие там части системы, какие части системы дальше взаимодействуют. И получается, если мы просто берем здесь все exception и просто на них забьем, точно наверняка что-то пойдет не так. Ха, да, хорошо, в этом мы закончили. Значит, что произошло в Java 7? В Java 7 был некоторый апгрейд эксепшенов, вот, добавился так называемый трайс с ресурсами и там новый интерфейс, который, собственно, позволяет его реализовать, это автоклоузабл. Значит, что было до Java, Java 7? Значит, мы вот объявляли некоторый поток о том, что говорим о том, что он читает у нас файла, открывали трай, там, типа, читали строку, закрывали его и, собственно, типа, все работало, все хорошо, но вот эта вот вся история, она на самом деле довольно долго пишется, она очень неприятная, и в случае, когда вы часто работаете с файловой системой, где вообще там с тем, куда вы можете писать, постоянно это писать, на самом деле, не очень приятно. Вот в Java 7 сделали такой синтаксический сахар, в том, что мы в самом трайе, да, в самом трайе прописываем просто те переменные, там, те локальные переменные, которые работают с input-output в понятном формате, вот, и получается дальше мы просто внутри уже, типа, пишем какую-то логику и по завершению оно само вызовет нам finally, то есть, не то, что вызовет его, а все закроет, то есть, получается, все те перемены, которые мы объявили в блоке try и которые являются auto-closable, после исполнения сами закроются. Это, на самом деле, очень удобная история, вот, всегда лучше пользоваться вот такой штукой, чем вот такой, тогда будет точно меньше проблем, вы точно об этом никогда не забудете. Вот, что еще? Значит, добавился, да, добавился еще один метод, называется throwable add suppress, это то история, которую мы говорили до этого, когда у вас есть try catch finally, и вот, получается, у вас в блоке catch случился exception, потом в блоке finally случился какого-то, тоже какой-то exception, и получается, что в случае, вот, о котором мы говорили, вернется действительно последний exception, который успел вылезти. Вот для того, чтобы на самом деле их не потерять, мы можем добавить к нашему exception, к нашему throwable, все те exception, которые у нас случились, потом поймать это, размотать, и понять, что на самом деле произошло. Вот, очень полезная штука, когда exception уже есть. Отлично, и то, что говорили тоже ранее, вот, обработка нескольких исключений в блоке, то есть мы сразу говорим о том, что вот, давай-ка вызывайся этот метод, вот, значит, вот этот и вот этот exception, давай ты мне объедини в один, да, и получается, что мне не нужно писать несколько catch'и, а вот какой тип будет у перемена e, как вы думаете? Почему его exception, почему не denominator? а если у них нет точки пересечения? Object? Да, точка пересечения всегда есть, это будет там либо exception, либо, допустим, throwable и так далее. Отлично, поговорим теперь про, так сказать, ты знаешь, что такое exception safety? Это вот рука надо поднять, серьезно? Хорошо, давайте, это про безопасность исключений. Вот давайте посмотрим на эту функцию, функция read, да, мы даем некий путь, что она делает? Она открывает файл на чтение, файл на на другое чтение, вот, дальше мы что-то делаем, потом закрываем одно, закрываем второе, и так, да, отлично, и на самом деле вопрос, что произойдет, не знаю, лучше к следующему слайду перейду, что произойдет в, там, вот эта ситуация, напоминает следующую, значит, ну вот некий метод А, да, вызывает метод Б и обрабатывает его исключения, в свою очередь метод Б вызывает метод С, по цепочке и так далее, то есть там С, Д и так далее, и вот самый последний метод кидает исключения, да, кидает его, вот, что в этом случае произойдет? Вот, в каком состоянии, да, вот те объекты, которые находились в промежуточном, в промежуточном стеке, в каком состоянии будут находиться? Как вы думаете? Какие есть варианты? неопределенно, неопределенно, это хороший вариант, это хороший вариант, просто проник, ждать своего очередя. Очереди чего? намного. Так, а состояние какое-нибудь будет? они будут по очереди кидать, они будут по очереди кидать, еще варианты? Да, на самом деле, вот здесь как раз таки, в зависимости от того, здесь есть несколько вариантов, как вы правильно заметили, вот, один из них, это когда у нас вообще, типа, нет никакой безопасности наших эксепшенов, в этом случае, у нас могут быть утечки памяти, вот, у нас объекты могут повреждаться, с ними бог знает, что будет, то есть, на самом деле, просто супер неопределенное состояние, вот, когда там в самом низу у нас произошел эксепшен, он как-то прокидывается, как-то обрабатывается, и в конечном счете ничего не понятно, вот, дальше есть так называемый basic exception safety, то есть, это такая базовая история, это когда мы, когда у нас нет никаких утечек памяти, вот, инварианты после того, как мы прокинули все эксепшены, они сохраняются, но при этом объект может менять, свой state, то есть, что это значит, что на самом деле, основная проблема в том, когда там какие-то объекты начинают кидать эксепшен, если у нас все объекты там, и мутабельные, то есть, они там пересоздаются, то никаких проблем в целом не будет, то есть, у всех будет новый state, все зарабатывает, вот, проблема возникает с теми объектами, которые внутри себя, в зависимости от разных действий, там, попадут в непонятное нам состояние, да, то есть, внутри они могут как-то поменяться, вот, и что с ними будет после, не очень понятно, вот, значит, есть еще сильный, так, strong exception safety, это когда у нас вообще нет утечек памяти, вот, и мы так спроектировали систему, что операция или полностью, там, типа, успешная, либо она откатывается, вот, пример этого кто-нибудь может привести? Например, да, как это может быть, операция полностью успешная, либо она откатывается, у нас были такие до этого или нет? Когда мы просто выходим из программы? Просто выходим из программы? Нет, не то. Так, хорошо. Сейчас на примере, тогда посмотрим. Ну, и на самом деле, последнее, это когда у нас все операции гарантированно успешны, да, в случае, если исключений нет, что в целом, на самом деле, в реальной жизни добиться сложно, но все объекты, которые у нас, там, работают в, работают в этом процессе, будут в корректном состоянии. Давайте посмотрим, например, у нас есть задача, вот, у нас есть файл, да, и нам необходимо удалить дублированные все строки. Что это значит, да, что если у нас есть, там, файл, в нем есть, не знаю, две строчки, которые одинаковые, мы одну хотим удалить, а вторую хотим оставить. Вот, утверждение, файлы очень большие, вот, что мы можем с этим сделать? Вот, в зависимости от того, какой там, типа, гарантии безопасности, гарантии безопасности, исключения мы выберем, мы, на самом деле, будем в разных ситуациях. Вот, что будет, если мы, типа, вообще забьем на все эксепшены? Задачу все поняли, да? То есть, у нас есть файл, нужно удалять дубликат. Что будет? А, уже ответ. Что? Почему? Почему? файлы большие, есть очень большие, то, возможно, просто конец памяти, и читать, переполнить. Ну, давайте про GMI мы не будем забегать. На самом деле, если мы никаким образом не будем обрабатывать те эксепшены, которые у нас вылезают, да, то, во-первых, значит, у нас может быть проблема с памятью, потому что открытые файлы мы не закрыли, плюс, получается, если мы будем очень много открывать файлов и их не закрывать, то у нас могут быть повреждены файлы. Значит, дальше, если мы выберем такую очень простую Basic Exception Safety, что у нас будет? То есть, помните, да? Да? У нас может быть например, что файлы все закроются, они будут не испорчены, но мы дадим часть публикаторов, а часть испорчены. Хорошо. В точности, как написано. Да, на самом деле, действительно, из-за того, что мы точно сможем закрыть все файлы, да, а вот в исходном файле будет… А почему, кстати? Почему мы только некоторые дублированные строки удалим, а некоторые останутся? У нас там была функция, она удаляла эти строки, и в фармете упала. Ага. То есть, что было уже номинально записано, мы закрыли потоки, но дальше не дали. Да, отлично. Действительно, значит, мы бежали по файлам, что-то удаляли, какой-то вылез exception, значит, в конце файла еще остались дублированные строки, но при этом все файлы мы смогли закрыть. Отлично, если у нас будет сильная exception safety? Точнее, как это сделать? В памяти сохранять удаленные строки? То есть, смотрите, вопрос в чем, что как нам при условии того, что у нас есть задача удаления дублирующих строк, есть то, что нам нужно соблюдать гарантию безопасности очень строгую, как нам это сделать так, чтобы и удалить, и соблюсти требования программы? Что кэшировать файл? Ну, как бы копию сделать и в нее вносить изменения, и если не удалось, то мы исходим. Да, отлично, на самом деле, что мы сделаем? Мы создаем временный файл, скопируем все данные одного файла, все данные из исходного файла, потом удалим дубликаты уже из нового файла, и если все хорошо, да, если все будет быстро, точнее, не быстро, а все будет корректно, у нас ничего не отвалится, все будет работать, то мы просто подменяем один файл на другой файл, и у нас, как бы, говорится о том, что в этом случае все, во-первых, удалено, во-вторых, там, ни с памятью, ни с файлами проблем никаких не будет. А если посмотрим идеальный мир, то есть это когда у нас вообще не будет никаких, там, типа, даже эксепшенов возникать не будет. Так, а чем это отличается? Ну, на самом деле... файл в любом случае будет, в файле в любом случае будет взорвен публикатор, то есть он не вернется как значительное состояние. Ну, на самом деле... Ну, в целом, можно и так сказать, да. Так, да, у меня на самом деле все. есть вопросы по этому? Так, хорошо. ну, все, поема, Продолжение следует...